Субтитры делал DimaTorzok Мне зарядили телефон в магазине Санкт-Петербург, за что я им премного благодарна И теперь я могу вести трансляцию И вот я нахожусь у магазина Brighton Bazaar Сейчас попробую внедриться вовнутрь и показать вам, какие русские продукты в Нью-Йорке продаются Пока я телефон заряжала, улучшилось, солнце выглянуло Ага, у меня появился официальный повод одеть солнечные очки А еще, пока я была без телефона, я успела снять видео для Ютьюба Поэтому кто не подписан на меня в Ютьюб, подписывайтесь Марина Фатеева, если вы забьете мое имя в строке поиска, то с легкостью меня найдете И совсем скоро вас ждет там полноценное видео с интересной информацией про Brighton Да, хорошая идея купить Power Bar Я ругаю себя за то, что не додумывалась до этого Да, у меня свой канал Марина Фатеева Забиваем в строчке Ютьюба мое имя и фамилии И с легкостью находим мой канал Ну что, внедряемся? Я внутри Операция продукта Посмотрите, какой выбор фруктов и овощей Шикарный, но это, конечно, все не из СНГ приводится Так, что-то на русский продукт не похоже А-а-а Бабкины семечки Смотрите Извините Ну все, попросили меня уйти Ну ничего, у меня есть другой магазин на примете Сейчас я на выход пойду А камеру-то я не отключаю Нет, есть проблема О, гречневая каша Кто меня спрашивал, есть ли гречка в Нью-Йорке? Есть Огурцы соленые Помидоры соленые Капуста соленая Все, сейчас меня пинком под зад отсюда выгонят Я чувствую Икра Икра красная Мясо Рыба Пиво Чай Акбар Так, ну я, в принципе, рассчитывала, что меня выгодят из магазина А снимать нельзя И они видят, что я делаю трансляцию И слышат, что я что-то рассказываю Поэтому меня попросили уйти Но У нас же есть другой магазин Поэтому я могу быстренько зайти туда В надежде, что, может, некоторое время меня Не будут выгонять оттуда Дикси, да, точно Похож на Дикси, да? Сейчас мы с вами в гламурный магазин пойдем Кюльчатая, кюльчатая Покажи личико Вот мое личико На фоне овощных рядов Ну что, вторгаемся в другой магазин Это магазин гурный Называется Гурманов Ой, смотрите, кто в Нью-Йорк приезжает Александр Малинин Это театр Миллениум Сейчас давайте посмотрим, кто к нам еще приезжает Витас Витас Ой, 14 мая Все, пойду Так, Лия Хиджакова Мой внук Вениамин Тоже пойду Витас Ну вот видите, где теперь выступает В Нью-Йорке аж в самом На Брайтон-Бич Так, вот Тина Карль Пожалуйста Карт-бланш Я таких не знаю Еврейские, русские, французские, мировые ретро-шлягеры Танец вдвоем Ну, смотрите, Марина Могилевская, Анна Большакова Знаете, сколько приезжают к нам Наполним музыкой сердца Это, я так понимаю, местная звезда Может быть и не местная, может тоже приглашенная Рассказы Шукшина Ну, видите, культурная жизнь есть А вот, кстати, Валерий Меладзе к нам очень часто приезжает Раньше еще знаете, кто часто приезжал? Лепс И выступал даже не на Брайтоне А выступал в Атлантик-Сити Это такой мир-казино Который находится на нашем восточном побережье Мини, Лас-Вегас Вот, и он там давал концерты А сейчас ему почему-то запретили въезд в Америку Я не знаю, что с ним случилось Кафе Ин Вон тут, смотрите, какое классное Думаете, лепсу из-за санкций? Настюш, надо в Нью-Йорк приезжать Тина Карль здесь, на Брайтоне выступает Придется сюда лететь Так, ну что Заходим в магазин Я уверена, что меня сейчас отсюда тоже выгонят Как только увидят, что я снимаю Я так хочу вареники купить И гречку Да, сейчас у нас потеплело Начиналось С плюс четырех Сейчас уже плюс шесть Но ветер ужасный Я дико замерзла на набережной Так, ребята, я буду стараться Не палиться Слышите, слышите, русская речь Конфетки премиум Восемь долларов Девяносто девять центов Настоящий абрикос в шоколаде Это вам не хухры-мухры Настоящий абрикос в шоколаде А бывает не настоящий абрикос в шоколаде Слышите, радио какое играет Хит-ФМ Хит-ФМ радио играет Варенье Абрикос На Тайм-Сквер Ай-Гоу Ну, позже А выбор колбас Рыбка Икра Слушайте, пока меня никто не выгоняет Удивительно Ребята, шпроты Рошен есть Есть Рошен Шоколадки Рошен Вот пельмени сибирские Вареники Кстати, в этом магазине Очень много американцев Они приходят пробовать наши продукты Цены? Ну, вон, смотрите Сода стоит до лужи 19 Желатин Листовой Тортики Вот видите, торт Наполеон Киевский торт Классно Все продукты есть Квас стоит Да, американцы очень любят русские сладости И вообще русскую еду Смотрите, пельменный соус Дамплин соус Но это, мне кажется, не для наших пельменей Наши пельмени мы же с чем едим? Со сметаной мы едим А вон, шашлычный соус Вон, какой-то Селедка с луком А это кулинария Слушайте, вот Я смотрю Вот чем лучше магазин уровнем Тем спокойнее относится его администрация к камерам Народ ходит, улыбается мне Никто меня не выгоняет А из Дикси Взяли и выгнали Пленария Соленья Эти огурчики, помидорчики Все есть Даже яблоки вон Хай, Катя Котленкова Промудмуртия, Раша Кто меня про Рашен спрашивал? Вот Рашен А я сейчас в русском магазине на Брайтон Бич Повторяю для всех, кто только что к нам присоединился Русские продукты в русском районе Брайтон Ну ладно, я не буду наглеть Они мне дали возможность вам показать все Выходим Здесь, кстати, кафе есть То есть, если вы покупаете что-то из Дели Дели у нас так называется кулинария Вы здесь же можете покушать Нет, рубли не принимают Коплати Не понимаю, почему Вот жду, когда исправится наконец-то Но не принимают Коплати Ну что ж Я думаю, что я вас убедила Что гречка в Америке есть Потому что я выкладывала видео на Ютьюбе Про русскую еду И меня как раз спрашивали Ой, про русскую, про американскую еду И мне в комментариях писали Есть ли в Америке гречка? Есть! На Брайтон Бич есть все Как в Греции Водка сколько стоит? Не знаю, сколько стоит водка Кстати, американцы водки больше пьют, чем русские Водка самый популярный напиток Билеты на концерты начинаются от 40 долларов В зависимости от концерта Ну и от мест, естественно Где-то от 40 до 200 долларов Но бывают вообще дикие скидки И покупаются билеты там за 15 долларов Не, я не временно, я постоянно Но на Брайтон не даю На Брайтон не временно Сейчас уже буду выбираться отсюда Я здесь и живу, и учусь, и работаю И провожу Теперь уже и видеотуры Мало людей боятся Чего думаете бояться? Меня с камерой боятся? Да, они видят камеру И они, кстати, сразу-таки глаза недобрые становятся Мне бы тоже на их месте не нравилось Ко мне как-то я снимала здесь сюжет Туда шла женщина и сказала Ну что, как бы животные, что ли, в зоопарке? Я согласна Но, с другой стороны, я же не только русских снимаю И американцев также снимаю А они, наоборот, дружелюбно к камере относятся Сейчас вам покажу Магазин книги «Черное море» Ну, кафе «Макс» Ну, закрылся магазин книг «Черное море» Не, русские не везде злые и недовольны Мы, на самом деле, мне кажется, очень приветливая и добрая нация Просто мы не любим, когда открыто кто-то нас поносит А я же, как бы, не русских здесь, понимаете, поношу Я не понимаю, почему здесь такой Советский Союз И почему нельзя как-то этот район прибрать, что ли Чистоту навести Ну, вот это вот мне непонятно Понимаете? А они думают, что я ругаю их Не имеют никакого отношения к ним лично Вот, так, прямые авиарейсы Киев, Баку, Ташкент, Рига, Москва Летим куда хотим Еще немножко брайтонской моды Я на фоне модных манекенов Но я не могу соревноваться тут Состязаться с такой красотой Привет, Рига! Там прямые авиарейсы к вам продают Вы знаете, тут грязно Но я могу сказать, что в китайских кварталах еще грязнее Поэтому нет Мы не рекордсмены по количеству мусора Количество мусора, все же, наверное, китайцы Я вам покажу, что они там Может быть, завтра там прогуляюсь Ну, как-нибудь на днях Так, пельмени, вареники, шашлыки Кафе Глечик Почему-то закрылось Кстати, классное было... Классное было кафе У них очень вкусные были свежие салаты Почему-то закрылись Жалко, жалко Ну что? Я надеюсь, вам понравилась Видео-прогулка Мой маленький шпионаж В русском магазине Я надеюсь, что Магазин гурманов на меня не обиделся Я очень люблю ваш магазин Если вы меня смотрите Пожалуйста Мне очень нужно покупать вареники А, кстати, знаете, что В Нью-Йорке самые худые люди Штаты Даже есть такое выражение Хочешь похудеть, переезжай жить в Нью-Йорк Потому что это миф О том, что Все американцы толстые От штата зависят То есть, если вы там в Техас поедете Там народ потолще А вот в Нью-Йорке все худые Потому что уровень стресса высокий Да и вообще Жизнь не очень веселая Какой странный дяденька Так что, да Худеете вы здесь очень быстро Потому что ведете Подвижный образ жизни Раз Постоянно находитесь в стрессе Два Ну, даже послушайте, да Как на улице шумно А это вообще тихий район считается Вот это вот метро Которое проезжает Каждые там пять минут То есть, так или иначе Вам кажется, что Вы спокойны А на деле очень много Стрессовых факторов в городе Образование у меня юридическое Но сейчас я получаю Филологическое образование Потому что у меня душа Больше лежит к журналистике Литературе Маркетингу То есть, больше к гуманитарному Бизнесу Русских много Русских много Точнее, неправильно говорить русских Русскоязычных много Около двух миллионов Ну что ж Я надеюсь, что Все вам понравилось В этой трансляции В ближайшее время Постараюсь еще что-нибудь Интересное показать Может быть, сегодня вечером До Таймсквера доеду Сейчас пойду Сделаю шопинг Выражаясь рангельшем В русском магазине И буду возвращаться В Манхэттен Спокойной ночи Россия, Украина, Беларусь Узбекистан, Казахстан И все-все-все Кто меня смотрел Спасибо вам большое за внимание До новых встреч В моем перископе Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok